У нас есть официальная аккредитация, мы работаем как СМИ. А это я. Много умов, очень много идей рождаются именно здесь, на Дальнем Востоке. Все дизайнеры города Владивостока, мне кажется, собрались сегодня здесь. Много, и это не реклама, а это действительный факт. Я вот только что, буквально пять назад, свел две бывшие. Погнали. Удачки. Российская креативная неделя проходит в кинотеатре «Океан». И это первая площадка на Дальневосточном федеральном округе, которая предоставляет несколько площадок, на которых поднимаются вопросы индустрии разных сфер и форм того, что есть у нас на Дальнем Востоке. Здесь несколько залов, в каждом из которых проходят сессии, дискуссии, и люди разговаривают на разные темы по разным отраслям. А еще хочется пить офигенную мерчу и составляющую креативной недели. У нас есть официальная аккредитация. Мы работаем как СМИ. Также подарили здоровские шоперы. И вообще, тематика все недели ярко-розовая. Это необычно и круто. Ну да, а еще Олесе подарили цветные карандаши, а мне шоколадку. Ну вот, мы направляемся в само здание кинотеатра «Океан». Сейчас нас ждет первая сессия. А это я. Погнали. Помимо лекций, здесь есть наши сотрудники, ФИХУ-ТВ, Илья Улимов, который берет интервью, а также очень много других наших коллег, которые работают на благо трансляции этого мероприятия. Как уже говорилось, здесь все в тематику, здесь все в тематику такого розового цвета. Несколько этажей. Сейчас мы на первом. Там три зала, в которых находят лекции. И вот сейчас я направляюсь на второй этаж. Здесь работает пудпорт. Так что люди, которые проголодались, могут прийти попушить. И если мы выйдем на улицу, то... И вот, если мы выходим на улицу, то здесь тоже проходят лекции. Здесь тема дизайна. Так что все дизайнеры города Владивостока, мне кажется, собрались сегодня здесь. На самом деле это действительно здорово, что у нас на Владивостоке здесь проходят такие форумы, лекции. Ведь вчера был на одной из них и услышал о том, что очень много умов, очень много идей рождаются именно здесь, на Дальнем Востоке. Так что я считаю, что это очень необходимо для нас, для будущего поколения, для тех, кто будет строить что-то новое в нашей стране. Наша задача, для нас, вот, поженить науку и бизнес. То есть мы такая точка входа в университет для бизнеса, в котором мы получим работу и помощь. Ну а пока мы ждем еще одну лекцию, я расскажу один факт. Организаторами этого мероприятия выступают Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, а также издательство Креативная экономика. Ну, как-то так. Ну а я уже вышел из большого зала IMAX и, возможно, вы сейчас все подумали, что я посмотрел сессию. Но, к сожалению, она отменилась, но я не расстраиваюсь, хотя было интересно послушать. Я отправляюсь на другую, ведь здесь их очень много и это не реклама, а это действительный факт. К слову о других лекциях. Вот, например, зал номер один. Здесь собрались еще одни спикеры, которые будут поднимать немного другую тему, нежели прошлое, на которое я хотел пойти. Но тоже достаточно интересно. Мне даже удалось побеседовать с одним из спикеров и взять у него небольшое интервью. Как всегда, нужны какие-то мероприятия, которые, на честь такое слово, собирают что-то. Буквально, скажу по-студенчески, собирают в кучу. Очень правильная терминология. Собрать людей, которые даже банально первые, просто могли увидеться, пообщаться, меняться контактами. Я вот только что, буквально пять дней назад, свел две бывшие КВН-овские институции, которые сейчас занимаются одним мультфильмами в Хабаровске, и другие видео здесь, в Владивостоке, вот я их познакомил здесь, и они там пытались думать, как дальше продвигаться именно в творческом плане, не в коммерческом. Первая ситуация – это коммуникации, которые раскачиваются. Вторая ситуация, что здесь какие-то есть вещи, которые, видимо, можно взять как обучающую историю. На самом деле, вот эта секция, она про то, как правильно работать над ошибками. Когда подаешь заявки, не выигрываешь, потом выигрываешь. Ну, история такая проектная. Ну, а третья, наверное, функция, знаете, как я назвал, будет вдохновляющая. Когда люди приходят, заряжаются к спорту, мы теперь тоже хотим. Два, три, четыре. Ну, тогда же вы наконец-то. Давайте чем помочь. Кто не расходит русский влаг, там он спускаться не должен. Директор, господин, мечтолет. Ирина Алимская, посреди проекта «Инновационная лаборатория народного творчества». Ну что, за моей спиной кинотеатр «Океан» и я, который сегодня, можно сказать, отработал. Посетил несколько сессий, несколько секций, послушал лекции, взял интервью. И вот заснял для вас специально этот влог. Ирина Алимская, послушал лекции «Инновационная лаборатория народного творчества». 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 Продолжение следует...